Здравствуйте! Вы смотрите программу Live Connect. Меня зовут Алена Решетняк. И сегодня мы будем общаться с замечательной, талантливой молодой актрисой, которая расскажет нам о многообещающей картине настоящей военной драме «Батальон». «Батальон» в прокат, российские картины, выйдет только 20 февраля. Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте! А я очень боялась, что вы мою фамилию назовете. У меня ударение просто шкерандо. И очень часто творят много разных вариантов. Ну, теперь каждый зритель будет в курсе и никогда не ошибется. Валерия, огромное спасибо, что откликнулись на наше предложение провести это интервью. Ну, действительно, мне кажется, картина будет бомбой, потому что трейлер потрясающий. И актерский состав удивительный, и вы удивительные. Расскажите, пожалуйста, когда читали сценарий, какие эмоции вас переполняли? Все-таки история непростая, очень сложная, мне кажется, судьба у девушек, которых мы увидим в картине. Сценарий потрясающий был, когда я читала, я плакала на каждой странице, потому что все истории и все-все персонажи, это такие яркие, действительно, и персонажи, которые потрясающе выписаны. Замечательный сценарист Грия Абраненко все это написал. И впоследствии уже было много-много права к сценарии, но изначально, самый первоначальный вариант, это вообще была бомба. Я думаю, что кино тоже получилось достойным, и все это было совершенно потрясающе. А вы уже смогли посмотреть картину? Нет, нет, пока нет. Ну, что ждете, наверное, от просмотра? Страшно? Ну, я волнуюсь, потому что те фрагменты, которые я видела, занаворачиваются, и все дрожит, и трепещет. Поэтому не знаю, насколько я могу быть объективным зрителем этой истории, потому что, конечно, я участник, и я все это переживала, и пережить это снова будет непросто, когда я буду смотреть кино. Но мне кажется, что все получилось очень достойно. Лера, а как вы попали в проект? Вас пригласил режиссер или вы проходили кастинг? Кастинг, кастинг, естественно, все-все-все девочки пойдут по кастингу, и у нас были селекционные пробы, и все как обычно. Ну, сразу взяли или все-таки пришлось ждать какое-то время результата? Нет, конечно. Приходишь на пробы, ты пробы проходишь, потом тебе перезванивают или не перезванивают. Естественно, я ждала, боялась, переживала, надеялась. Ну, наверняка все журналисты задают этот вопрос, но не могу не спросить. Как тяжело было вообще прощаться с прической? Вот я знала, что про волосы. На самом деле, ну, я не знаю, это, наверное, не секрет. Я уже тоже всем рассказываю про то, что в проект я пришла выцей. У меня до этого, как раз перед батальоном, была такая история, что я снималась в кино, где меня в кадре пили на волосы, играла девушку, которая умирает от рака, и там такая очень серьезная, тяжелая история была. И параллельно я узнала, что у Дмитрия Дмитриевича Миясхева идут в пробу, в историю про женщину, чему-то впряженную. Я вот только на этот счет подумала, может быть, стоит попробоваться, есть какой-то шанс. Я писала кастинг-директору, и изначально меня пробовали на совсем другую маленькую роль, но вот получилось так. Вот, поэтому, когда девочки все вбрили, все сидели, плакали, я помню глаза Маши Кожевниковой, мужественной, прекрасной артистки, которая... Ну, у нее шикарные волосы были. Смотрела своими большими, хорими глазами на меня, и у меня такое внуки было. Все будет хорошо, тебе пойдет, все будет классно. Вот, и хорош думай. Вообще прекрасная вот эта сцена, где нас вбреют, там такие живые эмоции, неподдельные у всех девочек. Ну, скажите, а вы с девочками по команде сейчас уже в жизни, после съемок общаетесь, дружите? Да, я недавно на днях встретила актрису Лесю Андрееву, мы бросились в объятие друг друга, плакали, обнимались, и... Ну, мы, не знаю, мы родные люди, мы как сестры все это время, в котором мы будем вместе, в котором мы вместе работали и жили. Это, конечно, все очень сближает и родит нас. Как жилось и как работалось под руководством Марии Ароновой? Вот что мне интересно. А, Мария Валерьевна, она вообще богиня божественная. Прекрасная, прекрасная артистка, великолепная учительница наша и пример для нас, для всех. И она... Я помню моменты, когда я там очень... Она помогала текст учить, она помогала, подсказывала какие-то вещи. То есть она настолько была теплым и мощным лидером для нас, для всех, примером, что опыт общения, не только работа, но и общение с такой личностью, с такой артисткой, это вообще дорогого стоит для каждой и для каждой молодой актрисы. Ну и, судя по трейлеру, она предстанет перед зрителем в образе такой настоящей матери, которая за своих девчонок готова порвать любого. Ну, там тоже очень-очень интересный, сложный, такой многогранный образ у нее, потому что она очень сурок, и она знает, чего она хочет, и она понимает, на что она идет. Другое дело, чем это уже оборачивать и впоследствии, но образ очень сложный, такой многогранный, потому что что это за женщина, что это за личность такая, которая берет на себя такую мощную функцию, вообще мужскую, и становится таким большим, как это называется, военно-начальником. Это, конечно, очень интересный. Валерия, расскажите, пожалуйста, о сюжетной линии, которую переживает ваша героиня. Кто она, как она попадает на фронт? Моя героиня – аристократка, для которой первичен долг через такие вещи, которые у нас, к сожалению, в нашем обществе, почему-то это второй план. Мне кажется, в этом все еще такие-то тысячи фильмы актуальны и дружны, о которых нужно говорить. Так вот, она идет на войну по более не случая, а по зубу сердца. Это долг ее, это ее обязанность, прямая обязанность. Другое дело, что уже дальше с ней, с чем она сталкивается на войне, и что открывает в себе женщина. Вот об этом я не буду рассказывать, потому что ты его все увидишь. Пусть будет секретом. Он потом нацепает, а девушка как вычет, как женщина. Скажите, пожалуйста, как вам работалось с оператором, ну и, конечно, с режиссером? Все-таки, как мне кажется, да, вот хороший настрой и хорошая работа, слаженная между актером и режиссером – это уже залог того, что картина будет действительно стоящей. Режиссер Дмитрий Дмитриевич Митцхет – очень жесткий человек, очень жесткий режиссер. Он прекрасно знает, что он делает, он прекрасно понимает, чего он хочет. Он не идет на компромисс, в хорошем смысле слова. Очень важно быть сильным лидером, когда ты снимаешь такую сильную сложную историю. У нас были сцены, где у нас было там 300-400 человек по сотке. И управлять такой махиной, таким большим организмом – это колоссальная работа, которая требует колоссальных душевных, личностных, профессиональных сил. И Дмитрий Дмитриевич всем этим обладает. Он безжалостный, мощный и очень талантливый человек. Оператор Илья Абербах, потрясающий художник, очень красивые картинки он снимал, и все это очень красиво. В процессе съемок вообще очень было тяжело. Все-таки приходилось и стрелять, и бегать, и ползать. Дышать, наверное, пылью. Было тяжело, было тяжело эмоционально, было тяжело физически. Мы все, девочки, побывали реально на войне. То, что мы умеем сейчас стрелять из разного оружия, то, что мы можем бегать с полной амуницией, там, по каким-то болотам, по пляжам песчаным. И все это очень сложно. И я, например, стреляла из... У меня такая маленькая гордость, я че. Умею стрелять с пулемета Максима, я умею правильно подавать пулемет в пену. Потому что вообще-то это сильно непросто. Чтобы пыли ровно заходили в пулемет, надо очень-очень сильно натягивать его и ровно держать. То есть каждый сантиметр отклонения, это уже застревает лента в пулемете. И вот я своими великими, неприспособленными к труду ручками держала эту ленту, которая мне просто расцарапывала пальцы. Плюс еще вот этот звук громкий, мы стреляли пластыми патронами. И все это было очень серьезно. Поэтому было непросто. Когда нам сказали всем спасибо, съемки Тарьона закончены, у меня просто, у меня случилась такая истерика. дала я, но я не могла остановиться. У меня было столько эмоций, столько боли и столько радости внутри. И просто это было не сформулировать, это просто накопилось. И я помню, что первым ко мне подошел Игорь Станиславович ко мне подошел. И он меня так поотечески обнял. И как-то я поняла, что он все понимает, что он все знает, все видел. Как вам кажется, эта картина, этот опыт, что-то изменили в вашей жизни, изменили в вас, в вашем характере? Конечно, конечно. Ну, это огромный этап вообще в моей жизни, не только в моей карьере, не только в моем профессиональном каком-то росте и опыте. Это большой личностный опыт, потому что я так много нового узнала о себе, так много нового узнала о людях. Это просто колоссальная история когда-то. Это очень-очень большой какой-то даже этап изменили в моей жизни. Да. Скажите, что вы пожелаете зрителям, которые только собираются пойти на премьеру? Приятный вопрос. Валерия, спасибо вам большое. Ну и, конечно, скажите, над чем сейчас вы работаете? Где вас можно будет увидеть в ближайшее время? Я не скажу. У нас одна история такая очень-очень интересная, где это, кстати, пожелысая, это фэнтези. Но пока про это нельзя говорить, но я надеюсь, что все получится, и там будет суперкруто. Огромное вам спасибо за интервью. Удачи вам. Хороших вам зрителей, хороших проектов. Спасибо. Мы общались с Валерией Шкирандо. Напоминаю, картина «Батальон» выходит во всех кинотеатрах 20 февраля. Приятного просмотра. Оставайтесь с нашим телеканалом. Субтитры подогнал «Симон»